Неформальная встреча глав стран-членов ЕС, которая должна была показать единство и согласие, продемонстрировала в том числе, что между государствами-тяжеловесами, теми, что закладывали фундамент Евросоюза, существует серьезное разногласие, первое из которых, кто возглавит Еврокомиссию. На ближайшие несколько лет Макрон выступает за личное качество, компетентность и политический опыт. Для французского президента эти условия необходимы. Ключевой момент для меня состоит в том, что этот предполагаемый кандидат должен быть харизматичным, творчески подходить к решению проблем и быть очень знающим человеком. Мы решили, что никакого коллективного кандидата, шпицын кандидата, на этот раз не будет. Не секрет, что самый влиятельный пост ЕС хотел бы получить Германия. Немец занимал его лишь один раз. Имя кандидата уже известно. Это Манфред Вебер. Его партия очень удачно выступила на евровыборах. Поддерживает Вебера и Меркель. Очевидно, что Европейская народная партия и европейские демократы – самая влиятельная группа в Европарламенте, но ясно и то, что у них нет большинства, поэтому каждый должен посоветоваться. Мы договорились, что сегодня решений на этот счет не будет. Найти общеевропейский консенсус в отношении кандидата на высшую должность в ЕС поручено главе Евросовета Дональду Туску. У меня нет никаких сомнений в том, что итоги выборов, когда граждане проголосовали за проевропейское большинство, были во многом предопределены ситуацией вокруг Брексита. Все увидели, во что выливается выход из ЕС и сделали выводы. Так что Брексит оказался прекрасной прививкой против фальшивых новостей и антиевропейской пропаганды. Как заметили участники саммита, в важном при принятии всех кадровых решений будет соблюдение баланса равновесия. По словам Туска, должно отражать и разнообразие, и единство ЕС, когда речь идет о географическом положении, гендерном факторе и политическом ландшафте.